Традиции наставничества, заложенные в советское время, необходимо возрождать и тиражировать на всю страну. Мастера своего дела, лучшие в профессии, те, кто готов у них учиться и достигать высот в разных сферах, от производства до бизнеса, приняли участие в первом всероссийском форуме «Наставник» в Москве. Сегодня на ВДНХ наградили победителей конкурса, а позже в Нового Огарёве их принял президент. А тех, кто помогает раскрыть таланты, наш обозреватель Павел Зарубин. Спасибо, Дима. Спасибо. Жизнь раскидала их по разным городам, но тем радостнее встреча. 15-кратный чемпион мира по подводному плаванию Дмитрий Кокарев и Наталья Гречихина. Человек, во многом определивший судьбу спортсмена. В этом бассейне сейчас фото Дмитрия. Томские пловцы пересказывают друг другу его историю. Как в 2011 году, за две недели до важнейшего чемпионата мира, он сильно заболел. Практически все были против его выступления, готовили замену. Но тренеры, наставники устроили настоящее сражение за своего спортсмена и все вместе в итоге победили. Я же настаивала на том, что да, он завалит все свои личные дистанции, но в эстафете Дима сделает все возможное и надо доверить ему этот этап. У меня муж так болел, что у него мозоли на ногах потом были, он так топтал ногами. Гимн России пели потом тоже все трибуны. Это был триумф, который запомнился на всю жизнь. Да, такими эстафетами действительно гордишься, такими ребятами. Сейчас, спустя годы, свои знания, свои умения уже сам Дмитрий передает тем, кто мечтает взойти на высшие пьедесталы. Я тренировался шесть раз в неделю, два раза я плавал в день, это 12 тренировок. 13 тысяч наставников со всей страны участвовали в масштабном конкурсе. Финал прошел сегодня в Москве. Наставник года, командир учебно-летного отряда Аэрофлота, сотни пилотов одной из лучших авиакомпаний мира, его воспитанники. Николай Валентинович лично отслеживает профессиональное развитие каждого курсанта. Сразу с церемонии награждения победители конкурса приехали в Новогорёво, в резиденцию президента. Это чёткий сигнал, насколько важным государство считает институт наставников. Путин так и говорит, этим мероприятием хотели поднять значимость наставничества. И судя по откликам, это явно удалось. Любой профессионал, любой абсолютно уверен, всегда мечтает о том, чтобы профессия, которую, дело, которому человек посвятил всю свою жизнь, чтобы профессия развивалась, чтобы дело, которое делает другой человек, оказалось в будущем в надёжных руках. Когда мы подъезжали к вам по дороге, мой наставник, мой учитель, благодаря кому я попал в авиацию, ему 83 года, он заслуженный уважаемый ректор Ульяновского высшего отецного училища, он, видя меня на экране, он говорит, Коля, я тебя поздравляю. То есть он помнит то, что он вложил в меня. Президент сообщает о важном решении. Планируется запустить программу ранней профессиональной ориентации для школьников 6 по 10 класс, чтобы помочь подросткам определиться с тем, кем они хотели бы стать, и развить эти навыки на базе центра «Сириус», а позднее с помощью грантов на обучение. Мы посчитали, что это будет стоить примерно миллиард рублей в год. Мы эти деньги найдём, попрошу правительство подготовить, оформить это всё постановление правительства. В ближайшее время это будет сделано. Мы сделаем по стране примерно в расчёте на 100 тысяч школьников. Ну, как первый этап. Юный физик Миша Чайдиев – яркий пример, насколько такая программа необходима. Физика в школе с 7 класса, он пятиклассник, но ходит в школу юного инженера и участвует в создании коллайдера. Должны заметить, какими были самые элементарные частицы в момент Большого взрыва. Ну, это предположительно самое начало Вселенной. С такими, как Миша, здесь, конечно, занимаются опытные профессионалы, понимающие за этой молодёжью будущее. Нет границ для наставничества, ни возраста. Самому молодому, присутствующему в зале наставнику, 14 лет, причём уже опытному наставнику, самому возрастному и опытному, 100 лет. И нет границ отраслей, везде без исключения. Потому что, наверное, это самое важное – суметь помочь человеку найти себя, суметь обрести профессию, суметь открыть свой талант. Сварщику из Росатома помог стать профессионалом собственный отец. Сегодня у него явно двойной праздник. Награждение сына показывают по телевидению, и к нему же обращается президент. Хотел бы вашего папу тоже поздравить, передать ему самое научное пожелание, потому что это чрезвычайно важно, когда такая атмосфера складывается в семье, и от родителей очень многое зависит. Но особенно, думаю, что очень многое зависит для мальчиков позиция отца. Мало того, что он профессионал своего дела, он ещё и гражданин. В самом высоком смысле этого слова. У меня ещё есть сын, ему сейчас 7 лет. Первый раз он попробовал сварку в 6 лет. И сейчас он мне постоянно говорит, папа, научи, папа, научи. И он, конечно, научит. Так, шаг за шагом, возвращается популярность рабочих специальностей, без которых, и это показали все последние годы, экономика просто не может. На крупных инфраструктурных, линейных объектах энергетики до последнего времени мы не могли найти достаточное количество высококвалифицированных специалистов. Это просто реальная проблема. Благодаря, в том числе, таким конкурсам понятно, а стартап-проблема постепенно снижается. Конкурс решено, станет регулярным. Павел Зарубин, Андрей Мельников, Алексей Карпухин и Пётр Равнов, Вести, Москва.